Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь. Ребята, привет! Ну что же, закончился соревновательный сезон, а это значит, что начинается сезон экспериментов, что в общем-то видно по моим рукам. Я решил поменять настройки своего FX Impact M3 и настроить его под полнотел, которым я обычно стреляю. Это Тенокс от Юрича 2,6 грамм. Очень интересно, как это дело все полетит. В общем, как выяснилось, никаких проблем, опять же, без разбора винтовки, что мне безумно нравится эта винтовка, что все делается без разбора. Редуктор регулируется, поджатие боевого клапана, ударника, все. Настроил заредуктор на 170 атмосфер, держит стабильно, работает хорошо и при этом запускает 2,6 грамма на целых 2,75 метров в секунду. Ну, в общем, это неплохая скорость, достаточная для того, чтобы стрелять на 100 метров, что мы с вами сегодня и сделаем. Если Тенокс по какой-то причине не полетит, а он может не полететь, в силу того, что у FX по моим наблюдениям, в сравнении с другими стволами, из которых я стрелял, достаточно тугой ствол, то мы с вами постреляем другими пулями, экспериментальными, присланными мне из Европы, в том же весе, но там разные калибры есть. Посмотрим, что из этого получится. Хочу отдельно обратить внимание на то, что я несколько поменял состав, скажем так, своего изделия данного. То есть мы до сих пор имеем утяжелитель сзади, я сделал утяжитель спереди, быстросъемный, на креплении типа арка. Это удобно, быстро, можно всегда поставить, снять как хочешь. Я сделал удлинитель для крепления сошек. Чем больше базы у винтовки, тем более она стабильна, а когда с булпа постреляешь, чрезмерной стабильности иметь невозможно. Поэтому это хорошо, это здорово. Хочу отметить сошки с регулировкой по высоте в огромном диапазоне и по ширине. Очень мне нравится. Изначально я не очень понял, как с ними работать, но сейчас работаю в одном режиме, потом поработаю в другом. Об этом будет отдельное видео и я к ним пытаюсь привыкнуть и понять, что к чему. Но в целом впечатление очень положительное. Я с ними уже отстрелял соревнования и взял золото в одном из классов, кстати, полнотелом. Единственный магазинчик, который адекватно вмещает в себя такой тяжелый полнотел, оказался магазинчик от Eagle Vision. Он мне достался еще из США. Его можно снаряжать различными методами, по одному это неудобно, а можно просто снять крышку, она магнитная, и таким образом зарядить. Считаю необходимым отметить, чтобы быть объективным, что все-таки пули сюда садятся прямо вплотную, что называется. И периодически он подклинивает. В другие магазины пульки в принципе не влезают, поэтому такой вопрос насущный. Снова и снова не устаю удивляться тому, насколько классный Хрон от FX. Он у меня висит на новой бленде. Спасибо Володе просто таку за то, что выточил. Купить ее в России невозможно. Такой длины в принципе нет. И он будет на английском озвучивать скорость, которую мы здесь получим. Давайте попробуем пострелять. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 277 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 278 277 Продолжение следует... 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 Ну это круто Это конечно очень круто Я честно говоря не ожидал То есть винтовка стреляет на уровне Близко к тем топовым винтовкам Которые я сам себе строил Прямо я вижу новые горизонты Использования винтовки И что приятно она работает с модератором В таком режиме Ну в общем класс По моему просто супер Что я хочу сказать Что здесь используется стандартный STX Heavy лайнер Единственное что я в нем сделал Это переделал с нуля Пульный вход, фаску и отполировал Это не значит что стандартный лайнер Стандартный ствол будет стрелять хуже Нет, просто поймите У меня есть определенные стандарты качества Которым я следую И если я говорю про высокоточную стрельбу То исключительно для того чтобы мне самому Было спокойно Я должен сделать новую фаску Новый пульный вход Правильный, хорошо отполированный И отполировать канал ствола После этого я буду знать что я сделал Все что от меня зависит для того чтобы винтовка Начала стрелять как надо И в данной ситуации на мой взгляд Ну она стреляет просто великолепно На уровне лучших топовых винтовок Которые я строил до полнотелы Благодарю всех за внимание На этом пожалуй С полнотелами на сегодня мы закончим Продолжение следует... Продолжение следует...